Доброе утро, уважаемые телезрители! Каждую неделю мы рассказываем вам о новых роботах, которые все больше входят в нашу жизнь. В нашу квартиру убирают роботопылесосы, на производстве за нас работают роботоконтролеры, роботокосмические аппараты осваивают Марс. Сегодня мы вам расскажем о том, с чего начинается робототехника, а именно о молодежных командах, участвующих в международных соревнованиях роботов. А здесь нам есть чем гордиться. Нашим сегодняшним экспертом будет профессор Московского университета, доктор физико-математических наук, руководитель команды робототехников «Аргонавт» Владимир Павловский. Робот – это консолидация очень многих подходов самых разных. Датчики – это физика и химия. Приводы – это электротехника и что-то еще. Сердце – это программирование. Сердце робота – это компьютер, это программирование, информатика, математика и алгоритмы. Алгоритмы, может быть, вообще главные. Когда-то в 12 веке арабский ученый-изобретатель Аль-Джазари создал лодку с четырьмя механическими музыкантами, которые играли на бубнах арфы и флейти. Сейчас этого сумасшедшего с удовольствием приняли бы в молодежную команду робототехников, которые создают, например, вот таких продвинутых бэбиситтеров. Робо-няня – таково название от изобретателей. Также может петь, играть абсолютно на любых инструментах, в зависимости от поставленной записи, проводить обучающие курсы с остановками на физкульт-минутке, выходить в интернет, снимать все, что она видит на камеру, а также передавать картинку родителям. А те, в свою очередь, могут разговаривать со своими детьми через робо-няню. С этим проектом Московский педагогический университет и команда робототехников из Института прикладной математики Минекелдыша заняли второе место в мире, обогнав Японию и США. На этих соревнованиях этими молодыми людьми не создаются, конечно, товарные продукты, но создаются методы. Создаются методы и понимание, как эти продукты надо делать. И вот представляете, появляется такая молодежь, которая это понимает и умеет. Конечно, она востребована. Еще одна ярмарка робототехнических талантов – Евробот. Это международные молодежные соревнования роботов. Вот вы видите финал Евробота 2011 года, который проходил в Астрахани. Каждый год командам дается новое задание. В прошлом году нужно было собрать фешки и сложить их в пирамидки. По правилам, два робота сражаются на столе, набирая очки за правильно выполненные задания. Российская команда «Арганав» несомненно первая в России, но и в работе часто занимала призовые места, а во французском чемпионате мобильные роботы два раза завоевала гран-при. Мы делаем сами электронику. Мы ее делаем на хорошем техническом уровне. Мы ее делаем в Зеленограде. То есть она вполне такая заводская. Колеса, моторы. Мотор мы вряд ли можем сделать сами, двигатель электрический. Мы его покупаем. То есть вот на таком уровне комплектующий. Магазин, Зеленоград, собственное, значит, опытное производство института. Что-то мы пилим сами. Ну а как без этого? Институт прикладной математики является также базой, на которой был создан проект «Виртуальный футбол». Это соревнование роботофутболистов. В Содружестве с Удмуртским государственным университетом был создан уникальный робот-шар. Это прорывной российский внедорожник уж. Извините за такое название, но шар может передвигаться абсолютно по любой поверхности. И в отличие от зарубежных аналогов, имеет три степени свободы движения. О других разработках российских робототехников мы обязательно будем рассказывать вам в следующих выпусках популярной науки. Редактор субтитров А.Семкин